МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. К столетию со дня рождения академика Сахарова. В городской думе обсудили открытие памятника ученому. Мы вернулись. ГИБДД и волонтеры провели профилактическую акцию. Цветы к 1 сентября. Какие букеты популярны в этом году? Далее расскажем обо всем подробно. В городской думе прошло последнее заседание депутатов 6-го созыва. Большинством голосов решился вопрос о передаче приемника для безнадзорных животных в государственную собственность. Приемник больше не будет закреплен за муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием. Его здание все имущество переходит в ведение Госветуправления. Как эта передача скажется на приемнике, покажет время. Однако, как говорили его сотрудники и волонтеры, нужна была какая-то определенность в этом вопросе. Много месяцев приемник находился в плачевном состоянии. Не было ветеринарного врача. Отопление включали в последнюю очередь. Мерзли и сотрудники, и животные. Сами кошки и собаки, по сути, находились на попечении волонтеров, которые собирали средства на их содержание. Дань памяти ученому и мыслителю. На заседании городской думы одним из основных вопросов повестки, представленных депутатом на рассмотрение, стала установка памятника Андрею Дмитриевичу Сахарову. В 2021 году отпразднует 100-летие со дня рождения ученого. Установка памятника в Сарове – один из пунктов юбилейных мероприятий. В Сарове установят памятник одному из создателей термоядерной бомбы, Нобелевскому лауреату мира, выдающемуся ученому и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения академика. Имя Сахарова неразрывно связано с Саровым. В наш город он приехал в 1949 году. Почти 20 лет работал в КБ-11. Андрей Сахаров – один из создателей первой советской водородной бомбы по схеме, названной «Слойка Сахарова». Вклад Сахарова в науку сложно переоценить. Он сыграл исключительно важную роль в том, как раскручивалось колесо истории человечества и отношения между странами планеты во второй половине XX века. Сахаров был одним из отцов-основателей глобального ядерного равновесия, на котором и по сей день держится мир на планете. Нам Сахара, ну так, мы его чтим, любим и уважаем как ученого, который внес колоссальный вклад об оборону страны. И, конечно, мы хотим, чтобы это было памяти молодому Сахару, который в самые тяжелые времена, в самые тяжелые исторические времена внес потрясающий вклад в наше общее дело. Памятник решили поставить на проспекте мира, как символ того, что и деятельность ученого обеспечила мир на планете. К тому же это место хорошо просматривается с проезжей части, с тротуаров. Рядом находится библиотека, объекты культуры и сквер. На наш взгляд, наиболее удовлетворяет всем требованиям. Там даже изначально и не было столь очевидно. Это место, которое находится слева от художественной галереи. При определенном благоустройстве городского сквера это может стать таким очень хорошим объектом культурным нашего города. Алексей Голубев отметил, что установка памятника будет иметь особые значения для формирования культурного кода Сарова. Сам сквер городской, в котором появятся и другие памятники, он требует совершенно другого подхода, чтобы в этом сквере можно было и пообщавшись с Сахаровой подумать о самом ценном, о самом важном в этой жизни и понять из себя будущее города, будущей страны, будущей семьи. Памятников Сахарова установлено много, в том числе и за рубежом, но они посвящены ему как правозащитнику, борцу за мир. В Сарове это будет не просто монумент яркой личности, а молодому ученому, спасшему страну. Уже в 32 года Андрей Дмитриевич Сахаров стал академиком и героем социалистического труда. Этот памятник, который будет поставлен, это не просто дань прошлому, это безусловно так, но это надежда в будущее. Вот это очень важно, это именно обращение к будущему, что нужно творить, что нужно верить, что нужно работать над этим будущим. Народные избранники единогласно поддержали предложение по установке памятника Андрею Сахарову в Сарове. Монумент будет отлит в Санкт-Петербурге на комбинате скульптура. Архитекторы этой мастерской работали над созданием памятника Юлию Борисовичу Харитону и памятнику испытателям отечественного ядерного оружия. Вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Изнесенском районе Нижегородской области. Вирус обнаружен в трех образцах сыворотки крови свиней. Животные принадлежат одному из крестьянско-фермерских хозяйств. Специалисты Россельхознадзора просят владельцев подсобных хозяйств, где содержатся домашние свиньи, на месяц воздержаться от посещения лесов. Ранее вспышку африканской чумы свиней выявили в Адском районе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России появится единый перечень получателей льготных лекарств. Документ под названием «Федеральные регистры» начнут формировать уже с сентября. Это будет единая база данных, где указаны все льготники и обозначены необходимые им препараты. Речь идет о бесплатных лекарствах и тех, которые отпускаются по рецептам врачей со скидкой в 50%. Специалисты рассчитывают, что получить такие лекарства у больным станет проще. Им не надо будет обходить несколько аптек или ждать новых поступлений. Регистр позволит прогнозировать потребность в конкретных препаратах и финансирование, необходимое для их закупок. У саровских школьников есть возможность заработать на своих успехах. С 1 сентября на портале Госуслуги стартует прием заявлений на гранты ребятам, которые показали высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Речь идет о победах и призовых местах на профильных олимпиадах, патентах и свидетельствах на собственные разработки, участие в ночной исследовательских работах. Заявления будут принимать до 10 октября, после чего в Министерстве просвещения назовут имена 850 победителей, каждый из которых получит грант в размере 125 тысяч рублей. Правительство снизило ставку по образовательным кредитам до 3%. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее, напомним, образовательные кредиты ничем не отличались от потребительских. За пользование деньгами банки брали от 8% годовых. По новым правилам также расширен льготный период, когда не нужно платить по основному долгу. С 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Срок погашения кредита продлили с 10 до 15 лет. Студенты, которые взяли образовательный кредит до вступления в силу этих правил, могут снизить ставку до 3%. Для этого им необходимо подать заявление в банк. В Сарове подвели итоги акций с «Миру по листочку-2020». Совместными усилиями неравнодушных саровчан и волонтеров удалось закупить 485 школьных наборов для детей. Вручение подарков проходило на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Семьи приглашали приходить в разное время, чтобы избежать скопления людей. Территорию вокруг гуманитарного склада украсили разноцветными флажками и надувными шарами. Звучала веселая музыка. В молодежном центре стартовала запись ребят на новый учебный год. Пакет всех необходимых для заполнения документов можно скачать на официальном сайте учреждения mcdfissarov.ru. Для групп физкультурно-спортивной и хореографической направленности также потребуется принести справку от врача. Документы принимают в молодежном центре по адресу улицы Куйбышев, дом 19, дробь 1, по будням с 9 утра и до 7 часов вечера. Мы не победили коронавирус и продолжаем жить, пытаясь адаптироваться к нему. Написал на своей странице в инстаграм заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что напряженность коллективного иммунитета жителей региона к новой коронавирусной инфекции около 10%. По данным за июль. По словам чиновника, безусловно, есть регионы, где этот процент гораздо выше. Но надо понимать, что там выше и летальность, и общая смертность. А вот вторая волна, как объяснил министр, вызывает меньше опасений. Так как даже если она случится, медики будут готовы. Навыки и знания, маршрутизация, алгоритмы лечения уже отработаны до автоматизма. Меня более волнует шлейф, который оставит за собой коронавирус. Возможно, манифестация хронических, соматических и ментальных заболеваний, уточнил Давид Мелик-Гусейнов. Также министры напомнены нижегородцам о необходимости в соблюдении мер безопасности, социальной дистанции, ношении масок и перчаток. Меньше становится ковид-диссидентов. Но те, что остались, тоже начинают снижать градус своего противодействия. У каждого уже есть близкие или друзья, побывавшие в больницах на кислородной поддержке, уточнил Давид Мелик-Гусейнов. Высказался министр здравоохранения и по поводу вакцинации от обычного сезонного гриппа. По его словам, в этом году должно быть привито как минимум 60% населения. За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 4993 россиян. 138 новых случаев выявили в Нижегородской области. В Сарове за выходные выявили 23 больных. Госпитализированы 20 горожан. 15 из них в состоянии средней степени тяжести. В преддверии нового учебного года воспитанники школы номер 14 совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели акцию «Мы вернулись». В ее рамках они раздали водителям нашего города памятки с правилами перевозки детей. Акция традиционно проходит в сентябре и призван напомнить взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения и привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах. В период пандемии и таких длительных каникул дети забыли о правилах дорожного движения. Сейчас им нужно адаптироваться в дорожной обстановке. И поэтому сейчас очень важно напомнить водителям, чтобы они были более бдительны при проезде пешеходных переходов, образовательных организаций, спортивных площадок. Акция «Дети вместо цветов» снова проходит в Нижегородской области. Она стартует 1 сентября. Суть этой акции – отказаться от покупки большого букета учителю и передать деньги на лечение онкобольных детей. За 4 года ее существования удалось приобрести необходимые препараты или назначить дорогостоящее лечение 14 детям. В Сараве все больше учеников, родителей и учителей присоединяются к этой акции. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, как они относятся к этой акции. Вариант «Это отличная идея. Наш класс уже становился участником этой акции. Выбрали 40% респондентов». Нейтрально. Если предложат, поучаствую. 29%. Хотели бы поучаствовать, но остальные из класса против. 18%. Считают, что на 1 сентября нужно нести большой букет с 7% опрошенных. Хотят попробовать в этом году 3%. Одна роза или большой букет? В любом случае, 1 сентября – это всегда цветы. В этом году, несмотря на отсутствие линейк практически у всех классов, родители и дети спешат в цветочные магазины за подарком любимым педагогам. Как в этом году оформляют букеты? Какие цветы больше всего востребованы и как сделать так, чтобы подарок радовал учителя как можно дольше? Об этом расскажем в следующем репортаже. Таблички, топеры или наоборот – лаконичные букеты без всяких излишеств. Мода на цветы к 1 сентября меняется из года в год. Уже с середины августа в салоны флористики начали поступать заказы на букеты. В этом сезоне соровчане отдают предпочтение небольшим компактным букетам. Вообще любят то, что долго стоит. Дольше стоит, это, конечно, хризантема. Но, опять же, за любым цветком нужен уход. Вот, но все зависит от вкуса. Кто-то, опять, нежные сборные, кто-то чисто там хризантема. Одна гортензия в упаковке как-нибудь красиво. Поэтому все индивидуально. Подбирая букет на 1 сентября, нужно учитывать в первую очередь возраст ребенка. Если цветы несет первоклассник, купите ему небольшой букетик, чтобы он его не закрывал и удобно помещался в руке. Главное, чтобы малыш мог всю линейку продержать его в руках. Цветы в коробке лучше не брать. Ее неудобно нести. Можно выбрать вариант с корзинкой. При выборе цветов нужно учитывать и возраст учителя. Если учителю выше 40, допустим, то желательно в более ярких оттенках. Если учительница молодая, там, до 40, то заказывают чаще нежные цветочки, пастельную цветовую гамму. За любыми букетами или композициями нужен уход. Флористы цветочного дворика советуют подрезать цветы каждый день и менять ввозь воду. Нельзя ставить букет туда, куда падают прямые солнечные лучи или близко к батарее. Лучше держать цветы в прохладном месте. Больше пяти лет этот долгострой вызывает возмущение горожан. Неудобно заходить во двор, неудобно заходить в свои дома. Это снижает качество жизни и уменьшает стоимость жилья. На стройку пролезают дети, а это опасно для жизни. Уже почти месяц я занимаюсь этим вопросом. Чего удалось добиться? Первое. Долгострой официально назван проблемным объектом. Второе и самое главное. Появилось поручение министра имущественных отношений Нижегородской области. Объект изъять. Участок нужно освободить, привести в первоначальный вид и решить, что на нем будет. И решить должны жители, потому что жители здесь власть, а моя задача помочь им воплотить их решение в жизнь. По своей работе я директор по развитию управляющей компании. Мы управляем четырьмя домами на этом избирательном округе. В частности, вот этими двумя домами, во дворе которых стоит вот это безобразие. Мы стараемся сделать так, чтобы жителям в этих домах жилось комфортно и безопасно. А прямо под их окнами находится вот эта вещь. Депутат, он чем отличается от простого человека? Тем, что благодаря своему статусу он может зайти практически к любому представителю власти. И задать ему вопросы, которые интересуют жителей. Для того, чтобы транслировать, чтобы по существу и заставить этого конкретного чиновника этот вопрос решить. А если у меня не будет статуса депутата, я, честно говоря, не знаю, смогу ли я этот вопрос дальше дотолкать. Став депутатом, я уже получу дополнительные рычаги, которые мне позволят решить этот вопрос и сделать, в принципе, территорию округа приятной и комфортной для жизни людей. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова